как ваши дела нормально как вы относитесь к творчеству степана андреевича бандер я вот на медник купила полное собрание вас члене 435 томов и вот прикиньте в 202 томе он развернул заочную дискуссию с вами в резерфорда но резерфорд это творец орбитальной стране атома то что в школе изучали это старейшая теория но тем не менее в школе изучает именно ее так вот бандера доказывал достопоченному лорду резерфорда что украинский электрон не может быть на орбите потому что он щирый свободный незалежный и укромов ну я больше наших дружеский троллик у меня еще продолжение есть если не устали могу продолжить но сейчас так сказать открывается все новые обстоятельства окажется резерфорда не резерфорд а резерфординг изначально мне интересно вот у вас если бы не 400 томов я бы даже не зацепился ни на что если бы вы уезжали количество томов до 20 нет я думаю что это будет нет но я еще до 20 это будет сливаться с кашка бандеровец и пошел нахер а я специально даю уже удочку сразу а я не кремлю я просто под контент под запись еще так вот я продолжаю ответ неправильный вас смотрит сейчас пять тысяч зрителей да да я кстати тоже в чате давайте продолжение если есть вопросы задавайте значит продолжение ну сейчас больше про резерфординг а вот когда ему королева вручала в 1903 году по вам награду правил королевскую значит произошел казус когда писар королевский писал выписывал значит указ королевы и писал резерфординг а когда вы выписывал букву ди раздал раздался значит душераздирающий крик леденящий души приводящий в ужас по всему букингельскому дворцу слава украине на народ засуетился вот и значит не знает что делать писарь уронил это перо свое вот и в общем то начать секьюрити начали бегать по букингельскому дворцу искать там что как а нашли еще более ужасное в королевской столовой от бы корчись от боли повар пригоженко кричал буквально следующее у меня даже запись есть слушайте сейчас ну ладно на этом на этом троллинг закончена не буду затягивать значит по 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 сегодняшнему стриму я черкассы по моему были пораньше в российской империи чем в 1850 году моя надо уточнить но надо смотреть но они явно не они были частью речи посполитой нет они были там и вплоть до полтава все было до 1654 года вот харьковская губерния не было и и настоящая сумская она была в харьковской губернии а начиная с полтавской губернии вот пока богдан хмельницкий это вот рокировочку не сделал вот я знаю просто что крымские войны велись не за черкассы они велись завод конкретно шли до херсона потом перебирались на крым потом еще там гуляли по молдавии но за черкассы не бились черкассы в этот момент часть перечи посполитой надо пересмотреть на а кстати вот из наших это раньше было там где-то до 14 года когда еще не было таких видео всяких чатов а были тех текстовые форумы на них битва была основная вот я наоборот так сказать нашим доказывал что вот укроранжевый майдан 4 5 года с кого они пример взяли они взяли пример событий которые происходили в вашем городе 5 декабря 1918 года знаете что происходило разгон учредительного собрания то есть смерть смерть российского парламентаризма тогда большевики согласившись на выборы после революции там переворота поскольку по рейтингам они там должны были победить народ был воздушевлен но к январю они растеряли свои преимущества и победили правые эсеры а большевики заняли четвертое место поэтому они тупо разогнали парламент то же самое что сделали наши заклятые друзья как говорится только как бы более ну как сказать с позиции 21 века сделали опередочный третий тур когда я когда ющенко выбрали а там просто разогнали причем вот говорят что там при коммунистах была одна однопартийная система нет она была в конце все знают партии образовывались там начиная с 87 года но и было в начале коммунистического правления они были в коалиции с левыми эсерами то есть левые эсеры реально занимали 35 40 процентов должностей таких вот среднего высшего уровня и значит добили левых эсеров большевики только в июле того же года восемнадцатого так называемый лево эсеровский мятеж по вот с тех пор стала однопартийная собрана а кстати как вы ответите на вопрос вот тоже это я кстати придумал да дурака валяне разговаривать разговаривать почему же тогда утилитарным государством правильно утилитарное государство правильно великобритания утилитарное государство германия утилитарное государство у них есть 1 10 19 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok